Девушки отдыхают 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 так ну сборка у нас в общем-то нормальная наверное да или ненормальная вот чем вопрос так нам бы неплохо через такое такое взять там из оружия на кстати вот эта пушка одна из первых миссий которую там в какой-то части я проходил я эту пушку увидел но я ее не подобрал бы на том месте где была на мосту надо было уничтожить бастующих что-то такое там рабочих так в общем там валялся пушка я просто прошло заново миссию и ее заполучил так нам нужно какое-нибудь оружие надо подумать что нам может сюда запихать хотя в принципе может быть и вытянем на том что есть только единственное что что надо что-то за место ракетницы мощнее нам поставить что мы можем купить за место заднего оружия что такое типа какого-нибудь пулемета так ну здесь цель вроде как есть сколько 250 патрон можно в принципе ее вес 593 у нее вес поменьше довольно тяжелая штука нам надо что-то менее тяжелое зарядки там нас у нас понятно понятно то есть можно взять гатлинги что же я брал прошлый раз по-моему я вот эту брал да чейнган да он он самый берем чейнган чейнган блин слушай а гатлинги может гатлинги взять есть гатлинги нет я гатлинги продал так вместо тебя мы ставим так чейнган попробуем такой сборки в общем прокатить может быть выйдет так и поехали да кстати я уже в рангах первый можно видеть так что все нормально уничтожение справедливости вот так звучит у нас миссия заказчик у нас хром плохие новости пришли маракума заполучила самый ужасный плод человеческого безумия в космосе это гигантская пушка под названием справедливость теперь она под контролем маракума оружие которое загнало все человечество под землю во время великого разрушения определенно судьба мира решена если они решат обстрелять нашу планету прямо сейчас это больше не только между нами и маракума огромная слабость оружия это большое количество времени на энергетическую и основную зарядку но у нас еще все есть немного времени у нас только один путь остановить это разрушить и залповую систему твоя самая лучшая ставка будет на уничтожение привычки зарядных устройств задержки выстрела затем взорви несколько силовых щитов защищающих от разрушения заповую систему так что наш лучший шаттл готов для тебя и ждет мы рассчитываем на тебя в общем то вот такая у нас миссия маракума видимо решила захватить он не решила а захватила самое мощное оружие которое было изобретено человечеством только они всем правда понимают цели маракума уничтожать так ну понеслась в общем-то один готов в общем-то мы в 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 давай 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 чуть-чуть выиграли время давайте давать блин стабильность сбивают у меня энергия блин я не вижу этих уродов минус 1 даже как неудачно даст этой энергией давай заряжайся блин долбан этой хрень ладно можем пока вот это грохнуть почему их такая большая так все погнали что-то я сейчас ужасно прохожу тогда было проще давай заряжайся слушай че такая блин че такая зарядка то блин долгая у меня да где это дрянь то было так здесь нам сюда да блин так надо грохнуть они уже задолбали меня уже если честно кто туда залетел что ли а вот он не стоит ладно погнали у нас времени мало на самом деле поэтому надо поспешить ну давай Комбат-система дисенгейджет. Сейчас уже его не было, потому что я уже ее прошел. Там должен был быть ролик. Ну, он такой ничего себе особо не представляет. В общем, там Маракума в итоге проиграла. Вот, и, в общем, так как я понял, уничтожили директора, наверное, или кто там президента данной корпорации. Вот, и там был текст, что, мол, Кром и Маракума так постоянно сражались друг с другом. В общем, в конечном итоге с падением одной корпорации, вторая тоже, в общем, корпорация пала. Вот такая суть. То есть, я надеюсь, ничего страшного нет, потому что я здесь этот ролик не вставлю. Следующая миссия. У нас следующая миссия должна была быть... А, да, помню, все. Нам, значит, нужно что? На следующую миссию мы сейчас попробуем... Я вообще хотел не это. Я хотел взять... Нам нужно будет поставить, в общем-то, обратно нашу большую пушку. Ну, ракетницу я имел в виду. И то я на самом деле не уверен. Дело в том, что в этой миссии... У нас, получается, будет AC Battle, как там правильно, да? То есть, мы там должны будем сражаться с... В общем, Armored Core. Притом, с известным уже нам, это... Слэйдж Хаммер, это у нас... Пилот там, Босс Сэвич. Да, тот самый Босс Сэвич. В общем-то, он... У нас здесь тоже атакует. Так, поставили. И я вот не знаю, то есть, по идее, я уже его грохнул. То есть, будет ли он сейчас? Или будет какой-нибудь другой? Это вопрос. Так, сохраним сейчас. Так, ну что ж, миссия. Попробуем сейчас. Называлась это у нас миссия? Как же она вот называлась? Вот эта миссия. В принципе, это она же и есть, но... Это она от Хром... Ой, это она от Маракума. А там она у нас должна быть... Там у нас заказчик выступал... Riven Nest. Само гнездо. Вот оно. Да, это оно. Заказчик у нас гнездо. У нас прошел слух, что на бывшей военной базе Хрома недавно появились гости. Неизвестная группа. По правде, ситуация не ясна, но мы располагаем отчетами очевидцев об оружии. Хотя, предположительно, что все было демонтировано. Военная превосходство Хрома всегда было лучше по объему. И это неудивительно, что некоторые все еще верны Хрому. Но это всего лишь остатки группы. Они, вероятно, всего не имеют серьезного оружия. Эта работа не очень серьезная для Ворона. И мы хотим, чтобы ты развеял наши опасения быстренько. Зайди на базу и оттайкуй всех, кого там найдешь. И это, в общем-то, все. Вот такая вот у нас миссия. Вот. И, в общем-то, тоже является такой некой, видимо, приманкой. В общем-то, мы должны сейчас спуститься на эту базу, а затем подняться наверх. И у нас там уже будут ждать враги. С врагами мы, в общем-то, не будем вступать в бой. Мы, наверное, их на бустах проскочим. Вот. И на выходе опять вот здесь вот у нас должен будет быть битва с Слэджхаммером. Слэджхаммером, но я не знаю, будет ли он вообще. Может и не будет. Потому что мы его грохнули один раз. По крайней мере, в ранках его нету. Так же, как и на Энболе я уже грохнул. Мне главное здесь запомнить, в какую сторону нам здесь херачить-то. Потому что там будет спешка. То есть, значит, здесь мы направо. Да, должны, по идее. Где у нас? Да, направо. И давай-ка мы на всякий случай вот эти баки взорвем. Дело в том, что эти баки, они взрываются. И дамажат они нехило. Так вот. Здесь теперь будет побезопасней. В принципе, если эти все убрать. Можно себе здесь место освободить. Чтоб мы бустника здесь проскочили. То есть, вот так вот выезжаем мы и сразу... Сейчас еще уберем. И тебя тоже уберем. Все. То есть, у нас здесь довольно неплохо. Можно проскочить. Так. В принципе, мне удалось Слэчхаммера вынести довольно быстро с помощью этой ракетницы. Но могут возникнуть у нас на самом-то деле проблемы. Потому что... К сожалению... Там сама площадка для битвы... Не очень удобно. Там всякие деревья стоят. Всякие препятствия, где, в общем-то, ракета будет путаться. И, допустим, в самый первый раз, когда я сражался... Я не смог его нормально поделить. Нас просят вернуться. Потому что здесь, типа, ничего нету. Но у нас сейчас там появятся враги. Вот они уже тут. Не обращаем на них внимания. А просто, блин... Сваливаем отсюда. Так, чуть-чуть здесь подождем, блин. Что-то как аккумуляторы у меня херово работают. Вообще странно. Почему так херово работают бусты. Ну, не бусты, а... Аккумуляторы. Что-то мне казалось, что он быстрее заряжался. Потому что генератор-то я не... Ну, как бы... Ну, он, конечно, не самый мощный генератор. Но, блин... Он неплохой так-то. Все, теперь нам направо сейчас. Такие дебильные твари. Это вообще просто охренеть. Да, с подъемом у нашего робота немного проблемы. Но, зато мы сэкономили, наверное, побольше здоровья, на самом деле. Если бы мы сейчас вступили в бой, мы бы, наверное, больше потратили. Берем ракету. Или, может, какой-нибудь другой сейчас будет, Ворон. Может быть, не Слэджхаммер. Так, ну, мы уже почти поднялись. Слэджхаммер. Вот здесь его встречаем. Берись, давай, цель твою мать. Куда он ушел-то? Слушай, где он? Странно. Куда он ушел-то? Готов. Готов. В общем, вот такие у нас две миссии получились, которые у меня были как раз-таки. Шли по порядку. Вот. И уже следующая миссия, она уже не по сплэй, она уже нормальная. Так что, в общем-то, она также является, наверное, скорее всего, заключительной. Так, в общем-то, у нас сейчас по идее миссия вот эту миссия вот эту вот разрушить. В общем-то, ну, уничтожение мин. В общем-то, я уже не первый день здесь сижу эту миссию пытаюсь пройти. Я очень-очень-очень зол на эту миссию, честно говоря. В общем, самая отвратительная миссия просто. Все, что можно было всрать, грубо говоря, в игру, чему-то к этой миссии, блин. В общем, миссия просто ужас, на самом деле. И я считаю, что, блин, это неуважение даже к игроку, блин. Вот так вот. Нам надо, значит, сейчас купить кое-что. Нет, тут надо понять правильно. Здесь проблема-то не в том, что миссия плохая. Миссия-то хорошая, интересная. Но проблема там в одном моменте, в игровой механике в одной. То есть зачем это было делать, не совсем понятно. В общем, нам нужны что? Нам нужны бусты. Во-первых, купим мы, пожалуй, сейчас самые лучшие бусты. При этом, кстати, вот у нас тут есть два буста. За 48, у него буст пауэр 19 тысяч. И есть буст пауэр 21 тысяча. При этом он дешевле стоит. Падал, он тяжелее чуть-чуть. Потребление энергии побольше. Заряд побольше у него. В общем, вот эти купим. Так, а те продадим. Просто долбанутая, блин, миссия нахер. Зачем было... Зачем вообще было такую хрень делать? Там можно было гораздо все более продуманно решить, блин. Что нам еще надо? Так. Бусты у нас поставились. Во-первых, мы, в общем-то, сборку оставим почти как есть. Только что вот это мы заменим на... Вот это. Да. Потому что у нас там будут... Арморедкоры. И у нас там будет арморедкор под названием Nine Ball. Я даже более скажу, в количестве двух штук. Так что... И проблема не в том, чтобы там... Ну, что там... Два арморедкора, да? А проблема вообще в другом том, говорю. Там проблема тупо в механике в одной. В одном месте всего лишь пока что. Ну, что я, в принципе, миссию пока не проходил ни разу полностью. Поэтому... Эээ... Вся хрень там в одном тупом месте. Просто вот. Зачем? Вот... Ну, блин, короче, сейчас посмотрим. Так. А, ракетницы мы заменим. Да, нам надо ракетницы... Надо было наоборот. Нам надо было эту... Слушай, я не ту сделал. Ну, вернее, я сделал то, но... Надо было немного по-другому сделать. Эту оставляем. А вот ракетницу вот эту меняем на вот эту. Всё. Вот. Вот я что хотел сделать. Так. Я хотел посмотреть ещё, что у нас по опциональным частям. Джаммер. Насколько я понял, вот этот джаммер, он сбивает... У противника на... Эээ... Дисплее... Прицеливания ракет. То есть, сложнее, получается, прицеливаться ракетами. Это у нас конденсаторы. Нам, в общем, от чего-то придётся отказаться. Потому что... Кстати, вот эта... Штука очень нужная. А что я хотел? Там надо нам от чего-то отказаться. А вот этот самый акселератор врубить. Потому что, насколько я понимаю, вот этот... Вот это у нас акселератор цели. То есть, он позволяет быстрее... Да, вот, ФСЦ. Быстрее находить цели. В сражениях это довольно... Полезная вещь. Особенно в нашем случае с Найнболом. Что мы вообще можем продать, кстати? Ядро мы оставляем. Можно, в принципе, руки, кстати, другие взять. Кстати, продать. Кстати, продать. А купить. Вот, по-моему, как у Найнбола руки. Как у нас там? 1790. Слушай, а те более бронированные. Нахера я их продал. Мы покупаем обратно. Так. У нас есть. Всё у нас здесь есть. Это можно продать, наверное, сейчас. Так, и поищем, что у нас там по опциональным. Это бы неплохо купить. Она улучшает устойчивость при попадании обычными патронами. Вообще, что такое улучшение устойчивости? Я, наверное, не говорил вообще, да? Но, в общем, допустим, вот стоишь ты на платформе, да? На какой-нибудь, ну, возле края. В тебя стреляет пушка, и тебя чуть-чуть отбрасывает. Вот. Или там бежишь, к примеру, в тебя попадает, допустим, заряд пушки, и ты слегка можешь там либо затормозить, либо что-то такое. То есть вот это и есть стабильность. И если мы это поставим, то она будет чуть-чуть получше. То есть у нас меньше будет откидывать, меньше будет у нас тормозить. Вот это попадание. Довольно-таки Полезная вещь. Это какой-то усилитель, блин. Ну, в общем, да. Вот это бы, конечно, неплохо взять, потому что там будут пушки. Ну, это один слот. Ну, еще вот это он. Там сейчас кое-чего откажемся. Так, мне надо опциональной части, пожалуйста. Так. Чтобы нам оставить... Тоже бы нам оставить. Скажу же оставить. Блин, здесь все нужно. Ну, блин, елки-палки, здесь все нужно. Мне надо... Акселератор бы врубить каким-то образом. Да что-то, блин, нечего даже вырубить-то. Мне нужен акселератор. Вот акселератор мне нужен точно. Два слота, блин. Это, конечно, кто-то не хочется вырубать. Усилитель тоже не хочется вырубать. Это один слот. Три слота. Три слота. Три слота. Три слота тоже нужно, блин. Допустим. Подожди, вот это стабильность от пушек, то есть это от наших выстрелов стабильность, что ли? Вот так вот сделаем. Вот такая у нас сейчас сборка получается. Сколько у нас по броне? Нет, ну 9 тысяч, да. Ладно, в общем, выдвигаемся мы сейчас на нашу долбанную миссию. Так, надо еще проверить включил ли я лезвие. Да куда я пошел-то? Я хочу проверить лезвие, блин, где гараж там? Да, лезвие стоит, все, погнали. Разрушение плавающих мин. Заказчик у нас гнездо, кстати. Вооруженная банда неизвестных соединений прорвалась в гнездо и разрушила часть завода. Охранники, правда, подавили нарушителей без инцидентов, но там одна проблема. Плавающие мины, оставленные бандой. Естественно, наши силы имели дело с ними, но мин много, и специальные структуры, и очень усиленные. Мы хотим, чтобы ты избавился от этих мин аккуратно. Просто взорви их, как только найдешь. Мы заплатим хорошо. В общем, вот, что нас просит Райвен. Сам Райвен. Так, ну мы в самом гнезде Райвенов, кстати. Сейчас все нормально будет. До определенного момента. В общем, там в чем суть? Там у нас... Будет колодец. Да твои мать, я ненавижу, а. Так, куда ты сцелишься-то, дебил, блин, а? Да уж. У нас там еще двое осталось. Так, отлично. У нас, в общем-то, тоже такая подставная миссия, получается. Где нас Найнбол заманивает в свою ловушку. А может, и само гнездо, не знаю. Здесь у нас находятся сейчас те самые мины, про которые нам говорилось в миссии. Но нам их все уничтожать не придется вообще. Ни разу. Так, ракеты кончились. Я не вижу вообще там в кого-то цельность-то, блин. Что ж, добро пожаловать в то самое место. Вот мы добались до того самого дебилизма, блин. Давай, да дохнет, тварь уже, а. Заманал, слышал. Да я не вижу ни хера этого придурка. Тупая сволочь. Чуть-чуть долбаные пушки на этом самом отвлекают, блин, просто. Так, это мы разобрались с этим придурком. Так, сейчас, где эта долбаная пушка-то? А, вот она. В общем, как понятно, нам восстановили весь наш боезапас, восстановили нам всю нашу энергию неспроста. Потому что, значит, что у нас получается? И в чем вообще здесь дебилизм? И чем меня эта миссия просто вымораживает? И непонятно, нахера было ее делать. Так, вот у нас такой колодец. Вернее, это его дно, можно сказать. То есть, примерно где-то таких кубов. Ну, вот, то, что у нас сейчас открыто, это примерно таких штук пять вверх. Вот, ну-ка-то, вот, вот, штук пять вверх, в общем-то. Это то, куда нам нужно попасть, на самый верх. Естественно, нужно прыгать по этим долбаным кубам, на которых еще есть пушки. И вот, прыгать здесь по этим кубам, это просто нереально. Это тупость. Потому что, во-первых, они двигаются. Во-вторых, значит, эти кубы, ты когда, ну вот, если бустуешь, да, и полетаешь к кубу, ударяясь о куб, тебя откидывает к хренам. Буста у тебя не вечный. Всего буста наверх нам не хватит, блин. Поэтому здесь надо именно запрыгивать на эти кубы. И, когда ты возлетаешь, у тебя, естественно, меняется обзор вообще. То есть, ты ничего не видишь. То есть, ты в большей степени, вот как сейчас, блин, просто тупо вслепую. У нас здесь еще одна пушка. Где-то еще одна пушка. Сначала надо еще разобраться с этими пушками. Вон там пушка у нас. Так что, в общем-то, первым делом нужно сейчас разобраться с пушками. Только потом уже прыгать. Так что, в общем, я не знаю, блин. Зачем было делать такую хрень? То есть, ну, сделали бы хотя бы их, ну, чтобы они не двигались. Или поменьше этот колодец надо было делать. Но это тупость. То есть, ты каждый раз будешь падать и будешь падать в самый низ. То есть, прицельная здесь вообще херовая. Вот где эта долбанная пушка, которая в тебя стреляет? Ты ее не видишь вообще напрочь. Где она? Ну, вон там какая-то пушка есть. А с тем обзором, который у нас здесь, то есть, ты даже не видишь, куда ты стреляешь. Ну, да. В общем, вот такая хрень нас ждет. Вот она. То есть, этот колодец у нас на самый верх. Там у нас дверь закрыта, она не откроется. В общем, нам нужно добраться на самый верх. И после этого у нас еще будет битва с, как минимум, с двумя армориткорами, найнболами. Так что, в общем, не знаю. Я, наверное, вырежу это так, что, если что, увидимся, когда я уже буду наверху, если мне сегодня удастся дойти до верха. И вообще, если мне еще удастся победить найнболов этих. Не знаю, я, может, воспользуюсь... Я, да, скорее всего, воспользуюсь, может быть, сохранениями в этом... В эмуляторе. Ну, блин... Ну, вот как это, блин? Просто. Это я еще спокоен. Дальше будет хуже. Особенно, когда дойдешь до самого верха, а потом упадешь вниз. Поехали! Давай, иди сюда, ублюдок. Почему у них бусты такие? Да, паскуда, сраная, это задолбало, блин, товаря. Так, в общем-то, мы добрались, блин, до самого верха. Это у нас самый верх этого долбаного колодца. В общем, у меня ушло почти минут сорок, в общем-то, с сохранениями. То есть, я сохранялся почти на каждом кубе, блин, здесь. В общем, вот такая вот хрень у нас, вот она. Все эти кубы ходят с разными скоростями, в разных направлениях. В общем, это геморройная хрень, которая не имеет права быть в этой игре вообще. То есть, это аркадная часть, и аркада здесь вообще никак не пришивается из-за управления. Потому что управление здесь очень специфическое, и у тебя обзора нету вообще. А они эту хрен сюда запихали аркадную. Ну, это как вообще может быть? В общем, именно вот эта штука, я думаю, игру фактически списала на помойку. Ну, ладно. У меня 6000 арморпоинтов. Здравствуй, Nineball, блин. Так, в общем-то, тот ходит там, в этом коридоре. Этот коридор у нас не разбивается. Впереди у нас Nineball. Потом два Nineball. У нас сейчас будут очередные колодцы, трубы. В общем, какая у меня тактика. Он там внизу, в этом колодце. будет пытаться нас достать. Но он там сейчас нас не сможет достать. Кстати, у Nineball такая же пушка, как у нас. Вот такая же СЕР. Нет, только не это. Он сюда пришел. Давай. Он пришел сюда, давай. А, вот он, блин. Так. Ну, мы с одним Nineballом справились. Вот такие нас ждут колодцы. Вот он. Это у нас первый такой колодец. Еще один. Такая бочка, в общем-то, она далеко вниз туда идет. Нам, в общем-то, нам туда, в самый-самый низ. Падать. Там у нас будет выход. Переход в другой такой колодец. Черт, немного не попал. И сейчас нас будет ждать еще одна встреча с Nineballом. Да и... Попробуем по такой же методике его здесь подождать и ракетами херануть. Падал, надеюсь, будет сейчас долго тупить. Ну, если мы туда высунемся... Может быть, мы его бы там и вынесли, кстати. Но... Честно говоря, даже и не знаю. В общем, я говорил про то, что у него такая же пушка, как у нас. Абсолютно такая же вообще. Но с херали она такая быстрая. Она стреляет, как, блин, пулемет нахрен. При этом, я не знаю, тут никаких таких... Нет этих... Опциональных частей, которые ускоряют этот процесс. Так, он, в общем, должен в колодец спуститься. Он сейчас спускается вниз там. Здесь такая же хрень. Вот она будет. В общем, нам нужно подняться наверх. Обмануть мы его не сможем. Он нас все равно догонит. Здесь, может быть, у нас есть пара шансов. Его сейчас запинать. Они, на самом деле, не такие же бронированные, эти Найнболы. Не могу понять только, почему их двое. Они что, кулоны, что ли? Или они, может, вообще даже не люди? Какие-нибудь Human Plus технологии. Ну... Ну, все, видимо, спускается вниз. Там арена не очень удобная. Можем... Вот если бы, наверное, не его бы, это скорострельное... Этот бластер его скорострельный. Не знаю, как он там... Называется... Пульс Райфл, да. То, может быть, и... У нас были бы шансы. Но я не понимаю, почему он такой быстрый. То есть... Оружие такое же вроде как, а... Скорострельность что-то какая-то у него бешеная. Так, понеслась вроде бы. Да, понеслась. Я боюсь, что он еще будет там. Так, в общем, теперь нам надо подняться наверх. Так, ну ладно, ждем зарядки. В общем, вот такая вот у нас система. Я еще не знаю. Дальше я... Не проходил меня. Либо здесь убивали... Найнболлы... После долгого мучения... С этими долбанными кубами. То есть, в принципе... Если вот как сейчас, да... Ну, я имею ввиду вот... Ну... С помощью сохранений, допустим, в эмуляторе, да... На... На каждом... Кубе... В принципе, не так все страшно. То есть, вроде и ничего. Терпимо. Но если представить, что это проходить на PlayStation, где нет сохранок вот так вот где угодно То это превращается просто в лютейший ад И я думаю, что доходишь до этого момента, час мучаешься, потом плюешь и выкидываешь диск нахер И именно поэтому я говорю, что одним этим моментом, именно с точки зрения PlayStation 1 И они просто игру на помойку выкинули Вообще кажется, что они даже не тестировали момент этот Потому что для такого управления аркада, она вообще здесь никак не крутится Потому что у тебя постоянно закрывается обзор, у тебя камера уходит куда-то хрен знает куда вообще У тебя сам по себе, ну, как бы, твой вот этот, как бы, робот, он в полете сложно управляемый Ну, как бы, его тоже куда-то заносит, куда-то уносит Выряжаешься в кубы, тебя отбрасывает, блин То есть, в общем, все работает, не пойми как, и очень получается большое количество, как бы, рендума А это плохо, когда есть рендум такой То есть, это уже не игра, это чисто издевательство Так, ну, нам далеко там еще, кстати Ага, где-то примерно еще одну треть То есть, по сути, как бы, надо было, конечно, с найтболами в этих колодцах Сражаться Все бы ничего, если бы у меня было бы нормально здоровье Ну, не здоровье, а арморпоинтов Насколько я понимаю, мы должны будем попасть как раз таки вот в этот коридор Который у нас там был прозрачный Куда он идет, я не совсем пока что понимаю Так, ага Еще, наверное, две зарядки и мы наверху Насколько я понял Мы были в гнезде Должны были эти мины убить Нас то ли на инбол, то ли кто-то, в общем-то, в такую ловушку Закинул То есть, как-то вообще без объяснений, без всего А там эти мины так не уберешь, пока не убьешь всех этих ребят А как только ты этих всех ребят там Убиваешь Ты тут же Так, у нас вон там вот куб, который ни хера не видно Вот он Нам нужно будет сейчас на этот куб Да, это он и есть Вот он Там еще эта дрянь Тихо Слушай, он может сейчас сюда прийти А его лучше всего принимать Именно в этом коридоре Слушай, не нравится мне, он сюда идет Что за такое-то, что за хрень-то Потому что эти придурки У них, кстати, очень большие бусты Они очень долго могут летать, блин Ну, он уже почти здесь Он уже здесь Охеренный обзор Да твою мать, где Господи, как жить Ненавижу-то Ну, ладно Хоть не в самый низ, по крайней мере, ушли Потом его там ждать, блин, 10 лет Зато у нас его теперь нет в коридоре Так Нам нужно развернуться вот так, да? Да Вообще непонятно, куда мы сейчас придем-то Как я ненавижу это место Просто бы, кто бы знал, а? У меня три ракеты осталось Ты доволен? Ты хочешь разрушить порядок? Разрушить мир? Это все то, ради чего ты живешь? Мы были рядом Вот почему ты существовал Люди не могут жить по нашему порядку А я лживым Долгое ожидание Ты доказал Кто из нас в результате прав? Ты прав Долг покончить с этим В это мгновение Поколению возрожденных Пришел конец В общем, вот так вот заканчивается у нас Игра Armored Core Первая часть, в частности Там В общем-то Перевел я в конце Как смог Я не уверен, что правильно вообще Вот И Я вообще на самом деле Не особо понял сюжет Особенно в конце То есть Что там К чему там Что понятно Это то, что В общем-то Мы вроде как Прибили Само гнездо Вроде как Ну Главный компьютер Гнезда Воронов По сути Гнездо Больше не существует Как таковое Вот В общем Ну Сюжет Я говорю Что В общем-то Я до конца Его пока что Не осознал Но В целом Что могу сказать Про игру Игра В принципе Мне понравилась Да Она прикольная С заключением Одного Момента С этими Долбанными кубами Я не знаю Конечно Может быть Это мои кривые руки Может там Все нормально Но Лично По мне Вот это место Оно Конечно Отватительно Я не знаю Будут ли у нас Буду ли я Проходить Следующие части Там Есть у нас Armored Core Project Phantasma И Мастер Арены В принципе Не знаю Согласно Хочется С другой стороны Как-то Пока так В общем Буду думать Несет этого Ну А на этом Все В общем-то Увидимся В следующих Прохождения Продолжение следует Продолжение следует...